Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет рубрика Косметичка месяца. В эту косметичку я решила на этот раз положить меньше декоративной косметики, потому что у меня сейчас будет очень много всего на тестировании. И если я положу в эту косметичку большое количество косметики, то, скорее всего, я не протестирую ничего. Но взамен этого я решила сюда добавить несколько уходовых средств, которые я сейчас тестирую. Так что, если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, раз я заговорила уход, давайте именно уход я вам сейчас и покажу, а потом мы перейдем уже к декоративной косметике. Сейчас я тестирую вот такую линейку от бренда Sapio. Это линейка против акне. Здесь у меня, во-первых, коллаген, здесь жидкий коллаген вместе с гиалуроновой кислотой. Я вообще думала, что это будет не жидкий коллаген, а в таблетках, но это вопрос чисто к моей внимательности. Здесь большая-большая банка и удобный мерный колпачок, которым можно правильно отмерить ежедневную порцию. Сама жидкость розового цвета, она тягучая, сладенькая и приятная. Пока что не могу сказать, заметила ли я улучшение в коже непосредственно от этого коллагена, потому что все то, что происходит с кожей, это скорее заслуга комплексного ухода, нежели чем какого-то отдельного средства. Но в любом случае данный коллаген вещь приятная, он сладкий, его можно запивать водой, можно растворять в воде. Лично я предпочитаю пить его в чистом виде и запивать водой. И что хорошо, то что здесь коллаген идет как раз сразу с гиалуроновой кислотой, потому что это как раз таки та комбинация, которая работает лучше всего. Я рекомендую пить именно в жидком виде, потому что лично у меня желудок достаточно чувствительный и от обилия таблеток бывают разные неприятности, скажем так, а вот именно с жидкой формой. Такого не бывает практически никогда. Также здесь из серии антиакне у меня вот такая умывалка, лосьон и сыворотка. Умывалка понравилась мне из этой серии, пожалуй, больше всего. Это мягкая нежная умывалка, она не пенится. Вся эта серия, кстати, содержит в себе легкие кислоты, что хорошо действует на проблемную кожу. Мне понравилась умывалка тем, что она именно мягко умывала, но все же мою кожу она слегка подсушила. Это, в общем-то, не проблема, потому что данная линейка антиакне, в принципе, рассчитана на кожу, склонную к жирности. Но у меня кожа нормальная, а воспаление там, в общем-то, немного по другой причине. Второе средство из этой линейки это вот такой вот лосьон. Это скорее даже не тоник, это больше похоже на тонер. Видите, здесь вот такая вязкая немного консистенция, хоть и жидкая достаточно. Сам тонер достаточно питательный, он действительно хорошо выравнивает pH-баланс кожи, после него ты не ощущаешь никакой ни сухости, ни стянутости. Но он, на мой взгляд, все-таки чуть-чуть липковат и жирноват. Я утром не люблю им пользоваться, мне больше нравится его наносить именно вечером, когда у меня есть время, чтобы он хорошо и правильно впитался. Утром я, как правило, всегда тороплюсь, побыстрее хочу нанести макияж, и поэтому для меня это все-таки больше вечерняя линейка, нежели чем утренняя. И сыворотка из всей этой линейки мне, пожалуй, понравилась меньше всего. Я ее не совсем поняла, она для меня была достаточно сильно питательной, и она оставляла после себя липкость. Мне представители бренда сказали, что нужно наносить ее всего лишь одну капельку, но лично мне одной капельки было мало, а и двух капелек было уже слишком много, и как-то найти здесь золотую середину, к сожалению, мне не удалось. Опять-таки, это средство я лично для себя рассматриваю только как вечерний уход, когда у меня есть время, чтобы все правильно впиталось, и чтобы я не торопила потом весь последующий уход тем, что мне нужно нанести крем, базу, тональный крем и все остальное. Поэтому как вечерняя линейка мне это понравилось, но как утренняя, к сожалению, не очень. И также хочу заметить то, что вся эта линейка пахнет имбирем. Так, теперь давайте переходим к декоративной косметике. Я здесь отложила себе то, что я подобрала для глаз, потом мы с вами разберем то, что я подобрала для лица, и в самую последнюю очередь средство для губ. Для глаз я отобрала себе на этот раз чуть поменьше, нежели чем обычно, все потому, что ко мне придет потом много новых палеток, в том числе и Наташа Денона Глэм должна ко мне сегодня подъехать, и скоро я начну ее тестирование. В первую очередь я отложила себе базу. Это вот такая база от бренда Нарс, она тинтованная. Специально взяла именно тинтованную, потому что венки у меня на глазах достаточно ярко заметные, и я все же предпочитаю сначала нанести тинтованную базу, потом сделать макияж глаз и потом уже макияж лица. Если я делаю сначала макияж лица, то база мне, в общем, то и не нужна, потому что я наношу тональное средство или же консилер. Но так как тени часто могут осыпаться, а переделывать макияж утром времени нет, поэтому я, как правило, все же сначала беру тинтованную базу. Также я сейчас буду тестировать вот такую однушку от Шарлотты Тилбери в оттенке волку в No Shame. Она ко мне недавно приезжала, я как раз ее показывала в одной из распаковок. Данную однушку я сюда положила специально, чтобы ее тестировать. Однушка красивая, я всего один раз успела ее попробовать. Не должна сказать то, что я не впечатлилась от слова совсем. Я даже понимаю тех блогеров, которые записали ее в разочарование, потому что она действительно очень и очень странная. Меня смотило то, что здесь достаточно крупные блесточки и, помимо этого, здесь очень полупрозрачная база. И это могло бы смотреться хорошо, если бы конечный результат был более гармоничный. Но, к сожалению, никакой гармонии здесь нет. Здесь просто большие крупные блестки. Нужно это средство очень много наслаивать, чтобы добиться действительно симпатичного результата. И, к сожалению, настолько красивого влажного блеска, как у Шарлотты в ее рекламной кампании, данная однушка не дает от слова совсем. Вторая вещь, которую я буду тестировать непосредственно для глаз, это еще одна палетка от Шарлотты Тилбери. На этот раз это розовая палетка Mesmerizing Maroon. Вот такую красоту я очень хочу продолжить тестировать. Она ко мне приехала совсем недавно и я успела ее использовать, наверное, раза три или четыре. Достаточно спорная палетка, как и все у Шарлотты Тилбери. Ожидания от них большие. И то, что ты получаешь взамен, это, ну скажем так, результат на любителя, мягко говоря. Что меня смущает? Во-первых, вот этот вот красный оттенок, я его использую как самый базовый. Он, к сожалению, на базе любит залипать. И вообще при любой тушевке он начинает терять свою шиммерность. Вот этот белый шиммер, он смотрится хорошо буквально первые секунд 10, но потом оттенок становится не таким светлым и красивым. Потом он становится уже достаточно желтым и начинает пигментация теряться. А вот этот фиолетовый оттенок часто может пойти пятнами. А вот эта формула поп с блестками, она, во-первых, как вы уже видите, после нескольких использований начала затираться. А во-вторых, ну это просто блестки, которые являются топером. И они достаточно сильно, конкретно в этой палетке, меняют цвет того, на что вы их поверх наносите. Например, вот этот оттенок полностью теряется, красный полностью теряется. У вас просто добавляются блестки, которые немного украшают макияж, но которые также могут его и испортить. В общем, как всегда, достаточно спорные у Шарлотты тени. И нельзя сказать, что это прямо-таки любовь-любовь. Если после Наташи Денона и Шарлотты у меня все-таки останется время на использование какой-либо палетки, то я буду использовать, конечно же, вот такую Venus XL от Lime Crime. Сейчас, на мой взгляд, для нее самое время, потому что бабье лето еще толком не закончилось. И сейчас, как никогда, хочется использовать вот такие красивые зеленые розовые оттенки. На самом деле, я очень долго ждала и хотела эту палетку, я об этом уже рассказывала. Но ее качество оказалось, на мой взгляд, не столь хорошим, как утверждают все блогеры. Здесь хорошие матовые, они легко тушуются, но, на мой взгляд, они суховаты. И шиммеры здесь тоже очень сухие. Я бы предпочла, чтобы у них была более кремовая формула, тогда бы они гораздо лучше и проще наносились. И, кроме того, меня очень смущает в этой палетке то, что пигментация со временем очень сильно теряется. Действительно, очень сильно. Вот ты нанес, например, вот этот оттенок Ivy, он смотрится зеленым-зеленым, прошло полчаса-час, и ничего зеленого уже не осталось. Просто какая-то сияшка, возможно, немного с зеленым отливом. И все. Так что палетка очень красивая, тоже она не идеальная по качеству. Быть может, я сильно придираюсь, но в любом случае, когда ты покупаешь столь дорогую палетку, хотелось бы, чтобы к ней придраться нельзя было вообще. Также я себе отобрала два вот таких вот карандаша для глаз. Первый карандаш это карандаш от Vivienne Sabo, второй карандаш уже от Charlotte Tilbury. Vivienne Sabo более красный, бордовый и винный. Charlotte Tilbury карандаш более коричневый. Оба карандаша красивые, они скорее являются, на мой взгляд, аналогами друг друга, поэтому я их просто положила сюда, потому что они мне явно понадобятся, учитывая ту, какую гамму я себе отобрала. И, во-вторых, я просто продолжу их тестирование, потому что они у меня появились недавно. И среди тушей для глаз я выбрала себе две штуки. Первая это вот такая тушь от Evelyn, Big Volume Real Shock. Эта тушь у меня является простой базовой тушью, я ее использую тогда, когда мне нужна действительно просто хорошая тушь, которая ни в коем случае не испортит никакой макияж. И вторая тушь, которую я себе подготовила, ее я чисто подготовила для тестирования, это тушь вот такая от Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes. Это миниатюра, здесь очень странная щеточка, она с одной стороны приплюснутая, а с другой стороны, наоборот, как раз идут щетинки. В общем, необычная щетка, я успела один раз использовать эту тушь. Должна сказать, что сначала она мне понравилась, но потом все пошло не так-то хорошо. Понравилось то, что она, в отличие от своей рекламной кампании, не делала огромные паучьи лапы, она хорошо разделила ресницы, у меня даже было небольшое ощущение, как будто бы она приехала ко мне подсохшая. Но потом, когда я стала красить нижние ресницы, что-то пошло не так, и щеточка перенесла мне на нижние ресницы огромный кусок туши, который слепил половину ресничного ряда и который еще измазали нижнее веко. И это при готовом итоговом макияже. Теперь давайте поговорим о средствах для лица. Среди тональных средств и консилеров я отобрала немного. Во-первых, тональный крем я отобрала себе Vivienne Sabo Shaka Shaka. Этот тональный крем мне понравился тем, что у него легкая текстура, он хорошо блюрит поры, вообще делает кожу более идеальной, более красивой, он совершенно незаметен на коже, но при этом он дает достаточно ощутимое сияние. Кожа сияет очень знатно, поэтому жирной коже данный и тон точно не понравится. Но всем остальным, кому кто не против сияния, тем я думаю данный тон подойдет. Но он, конечно же, не кроет воспаление, и именно поэтому у меня там будет плотный консилер, который я покажу чуть позже. Второе тональное средство я взяла от It Cosmetics. Итак, от It Cosmetics у меня вот такая миниатюрочка CC крема, он уже со средним покрытием, он перекроет и сам без дополнительного консилера все воспаления, поэтому я его взяла как раз-таки на тот случай, если с кожей что-то будет совсем-совсем не так. И также я подобрала себе два консилера. Первый консилер это плотный консилер, который я уже упоминала от Nabla, Close Up Concealer. Я его, к сожалению, пока что еще не пробовала, поэтому ничего не могу о нем сказать, но потому-то он здесь и лежит специально, чтобы его протестировать. А второй консилер, который я себе подобрала, это уже легкий вот такой вот консилер от Catrice. У меня оттенок 005, как вы можете видеть. Здесь находится вот такая вот странная жулька, которую кто-то любит, кто-то ненавидит. И данный консилер я успела уже несколько раз попробовать. Он легкий, он очень легкий, он не перекроет синеву, но при этом он дает красивый, блюрящий эффект натуральной, хорошей кожи. Так что, если у вас нет синячков, то данный консилер вам подойдет. Самая небольшая категория у меня, пожалуй, это средства для бровей. Их я отложила буквально несколько штук. Во-первых, это вот такой вот гель от Iconic London. Здесь идет непосредственно сам гель. И здесь идет вот такая щеточка в виде зубной щетки. Вот так примерно вместе выглядит этот набор. Лично мне понравилась концепция. Мне очень понравилась эта зубная щетка, потому что она хорошо прочесывает брови. Но, к сожалению, вам рекомендовать этот набор я не могу. Мне понравился результат. Мне, в принципе, нравится эффект ламинирования бровей. Но, к сожалению, лично для меня вот этот гель слабоват. Он мои брови плохо держит. Он их сначала зачелствует. Но буквально спустя минут 5-10 они опадают. И хочется их причесать еще раз. Второе средство, которое я себе отобрала, это вот такой вот маркер от бренда Anastasia Beverly Hills Brow Pen. Этот маркер очень тоненько рисует. Делает красивые линии. И он у меня совсем новичок в коллекции. Поэтому я его отложила сюда для тестирования. И последнее, что я себе отложила для бровей, я уже недавно показывала, что я приобрела вот такую сыворотку от бренда X-Lash. X-Brow Eyebrow Conditioner называется эта вещь. Честно говоря, я не очень верю в то, что она действительно поможет, что брови отрастут. Но я все же хочу попробовать. И, быть может, я разочаруюсь. А, быть может, нет. Пока что я пользуюсь этой сывороткой неделю. Ничего нового пока не выросло. Но на одной брови, кстати, появилось воспаление. У меня такое бывает крайне редко. И вообще у нормальных людей редко появляются прыщи в бровях. Поэтому я пока что склонна думать, что, возможно, именно из этой сыворотки такое приключилось. Пудры. Я отобрала себе две штуки. И обе от Ару Глаз. Первая пудра это вот такая рассыпчатая пудра. У меня это миниатюрочка. А данной пудрой я незаслуженно мало пользуюсь. Поэтому она сюда и попала. Я всегда, всегда откладываю себе в косметичку обязательно рассыпчатую пудру. Потому что только рассыпчатой пудрой я фиксирую макияж. Спрессованные пудры, к сожалению, очень плохо справляются с этой задачей. И спрессованные пудры обычно это больше финишные пудры, нежели чем пудры, которые закрепляют макияж. После спрессованной пудры у меня обычно лицо начинает быстрее блестеть, проявляется жирный блеск. И поэтому я, как правило, использую для закрепления макияжа вот такую рассыпчатую пудру, любую, обычно Лора Мерсье. И потом уже, если хочется придать коже, например, эффект блюра или эффект сияния, я уже использую спрессованную пудру. Так как пользуюсь обычно Лора Мерсье, к ней рука постоянно тянется, я решила на этот раз все-таки ее отложить и взять пудру от Ару Глаз. И вторая пудра, которую я себе отложила, это тоже Аур Глаз. Это финишная пудра, вот такая вот палетка из трех пудр. Незаслуженно мало пользуюсь я данной палеткой, она определенно, на мой взгляд, не стоит своих денег. И, по сути, мне нравится больше всего здесь вот эта средняя пудра, потому что она придает коже эффект сияния. Я не буду сейчас делать свотчи, потому что вы на свотчах не увидите то, чего дает эта пудра. Нужно смотреть именно на эффект на лице непосредственно. Эффект красивый, но не за такие все-таки деньги. И последнее, о чем мы должны с вами поговорить в категории для лица, это хайлайтеры, румяна и бронзер. Бронзер я буду использовать вот такой вот от Charlotte Tilbury, так как он у меня в коллекции новенький. Как видите, здесь просто огромная лохань этого бронзера. Оттенок у меня Medium. К сожалению, пользуюсь я им уже недели две, и не могу сказать, что он стоит своих денег. Он дает симпатичный результат, он легко тушуется, он не ставит пятна, но при этом он не делает ничего особенного. На мой взгляд, бронзеры от Physicians Formula или же Hula от Benefit работают гораздо лучше, чем вот этот бронзер. Хайлайтер я выбрала себе вот такой вот от Wet n Wild. Это красивый хайлайтер, по мнению многих, но не по моему, к сожалению. Я пробовала этот хайлайтер в нескольких оттенках, и, к сожалению, так и не поняла любовь, которую все так питают к этому средству. На мой взгляд, здесь, во-первых, крупные блестки, а во-вторых, я у себя на лице не вижу ничего, кроме блесток. Никакого сияния, никакого красивого перелива на мне этот хайлайтер не дает. Что этот оттенок, что золотой, я, к сожалению, вообще не поняла. Но я пытаюсь сейчас с ним еще раз подружиться. Можно даже видеть, где я его в основном набираю, вот в этой вот области. Быть может, мы с ним подружимся, и все будет хорошо. Но если по прошествии этого месяца мы так и не сдружимся, то я его кому-нибудь отдам, потому что держать его дальше у себя в коллекции я смысла, честно говоря, не вижу. И среди румян у меня есть два средства, которые я хотела бы в этом месяце потестировать. Во-первых, это румяна от Luxe Visage Silk Dream, оттенок у меня номер 3. Красивые достаточно румяна, очень нежные, такого розово-персиково-темного цвета. Они дают более матовый эффект. Эти румяна отлично смотрятся как с розовыми макияжами, так и с персиковыми, оранжевыми, рыжими, зелеными. В общем, к любому макияжу данные румяна подойдут, и потому-то я их сюда и отобрала, потому что на самом деле они очень универсальные. И вторые румяна, которые я взяла, они уже с менее матовым финишем. Это знаменитые Nars Orgasm. Вот так вот они выглядят. Это уже румяна розового цвета, и они с явным-явным сияющим финишем. На сводчах эти румяна просто потрясающие, но, к сожалению, они не так хороши непосредственно на коже. Мне больше всего нравится наносить эти румяна плотно набитой синтетической кистью, тогда, на мой взгляд, они переносят лучше всего. В общем, это румяна, скажем так, очень культовые, очень знаменитые, но я бы не сказала, что они определенно стоят своих денег. И последняя категория – это средства для губ. Здесь я отобрала совсем чуть-чуть. Я выбрала всего одну помаду. Это новинка у меня на косметичке. Это помада от бренда The Same, которая попалась мне в бьюти-боксе от марка Кауфмана. Красивый здесь такой оранжевый цвет. Мне кажется, она будет очень хорошо подходить под теплые макияжи и в те дни, когда солнце еще будет присутствовать у нас в Москве. И два блеска, которые я взяла – это Vivienne Sabo и Lime Crime Wet Cherry. Я уже говорила, что эти два блеска являются, по сути, аналогами друг друга. У меня лично здесь разница только в том, что от бренда Vivienne Sabo у меня блеск в более таком коричневом темном оттенке. Вот так он выглядит. А от бренда Lime Crime здесь более розовый блеск и он более нюдовый, прозрачный. Сейчас я тоже вам покажу его сводч. И вот сверху, как видите, Lime Crime. Это более розовый, нежный, нежный оттенок. И я его отложила специально на случай более розовых и нежных макияжей. Вот такая косметичка месяца у меня вышла. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!